Хе-хей, привет всем, друзья! С вами я, Андрей Глазунов. И сегодня я расскажу, чего не стоит делать, если вы девушка. Сейчас будет смешно. Девушки, и сразу же в лоб, не будьте шлюхами. Шлюх не любит никто, поверьте. И если вдруг вам кто-то начинает намекать, как-то косвенно, что вы, ну, можете на нее смахивать, то задумайтесь, надо что-то менять в своей жизни. Хватит ходить по клубам развлекательным, ходите по клубам спортивным, короткую юбку смените на джинсы хотя бы. Короче говоря, пересмотрите свое отношение к жизни. Поверьте, ни один нормальный парень не будет выбирать себе в девушке шлюху. Звучит немножко грубо, но оно так и есть. Я вас прошу, девушки, будьте естественными, уберите с лица тонны косметики. Я понимаю, что у кого-то проблемная кожа, у кого-то еще что-то. Но чем меньше косметики, чем меньше слой тональника на вашем лице, тем больше вероятность, что вы зацепите и понравитесь парню. Накрасьте ресницы, но не приклеивайте их. Подведите брови, но не рисуйте. Замажьте прыщи, а не лицо. Неужто это так сложно? Почему мы, парни, без косметики справляемся, я не понимаю, правда. Мы умудряемся следить без косметики за собой. Так почему этого не можете делать вы? Следите за волосами своим, накладывая какие-нибудь маски, а не прикрепляя какие-то еще вставки эти из сена. Не знаю, с чего они сделаны, но такое ощущение складывается. И чем вы естественнее, тем лучше, тем вы чище выглядите. Это просто нам приятнее. И вы прекрасно должны понимать, что парень, когда просыпается с вами утром, он видит не накрашенную красавицу, которая была ночью с ним в кафе, а смытое оно. И чем вечером в кафе вы будете ближе к своему естественному виду, тем меньше он испугается утром. Пишите парню сами. Не стесняйтесь этого. Если вы хотите написать человеку, так напишите ему. Это же так элементарно, так просто. Мы же вам пишем, когда хотим написать. Если мы не пишем, у нас три варианта. Или мы заняты, или мы не хотим написать, или мы стесняемся. Да, реально, мы можем стесняться, но это крайне редко. Поверьте, если вы нравитесь парню, он вам хоть как-нибудь, хоть какой-нибудь бред, да напишет. Так что не задирайте нос и будьте проще. Пишите нам. Еще очень важный момент, пожалуйста, девушки, не бухайте. Ну не идет вам это. И не нужно нахрен. Вообще, этот пункт, наверное, относится ко всем абсолютно. И к парням тоже не надо бухать. Зачем? Ну я понимаю, ну вкусно, ну прикольно, состояние потом забавное, поблевать, может быть, кому-то нравится. Но к чему это в итоге приводит? Ни к чему. Вы только показываете себя с худшей стороны. Поэтому не надо бухать, пожалуйста. Особенно в общественных местах. Ладно, если вы на квартире собрались с друзьями и там решили выпить. Но когда вы нажираетесь в кафе в клубах и падаете с барных стоек, это вообще не круто. Так что не надо бухать. Обязательно, девушки, будьте веселыми, умейте пошутить над собой. Если парень пошутит как-то над вами, не надо сразу же обижаться и делать такое лицо, что все, вы расстались. Пожалуйста, имейте чувство юмора. Мы, парни, это очень сильно ценим. И пытайтесь хотя бы проанализировать, какой процент шутки в этом сарказме. Сарказме. Если вы понимаете, что у вас нормальная фигура и вы не жирная, а парень как-то саркастически шутит про ваш вес, то вы должны понять, что это шутка и посмеяться над ней. И реально понять, что это забавно, это смешно. Если вы жирная, он говорит, что вы жирная. Это должно быть обидно. Ну, это, в принципе, обидно. Будьте интересными, удивляйте нас парней. Это будет очень большой плюс. Если вы какой-нибудь сделаете вдруг сюрприз и здесь нет ничего постыдного, почему вот парни делают девушкам сюрпризы, а девушке парням нет? Точнее, нет, я знаю. Я знаю очень много своих знакомых подруг, которые делают сюрпризы парням. И, правда, ну, я им готов похлопать, потому что это очень большой шаг и очень круто. Мы, парни, это реально ценим. Так что, пожалуйста, делайте какие-то сюрпризы парням, удивляйте их. И удивить это не значит прийти вовремя. Это значит реально сделать что-то приятное. Не будьте принцессами на горошине. Вы тоже должны действовать. Мы все люди. Так что давайте, вперед, не стесняйтесь. Иди сейчас и сделай комплимент своему парню. Прямо сейчас. Вы написали свои пассии. Молодцы. А теперь запомните следующий пункт. Уважайте личное пространство парня. Уважайте его привычки. И не пишите каждые пять секунд. Надо различать две вещи, как написать и докопаться. Это разные вещи. Докапываться, это писать каждые пять секунд. Как ты? Что делаешь? Как твой день? Круто. Расскажи что-нибудь. А может быть, а может быть... Нет, это неправильно. Да, тут есть маленькое исключение. Когда люди уже влюблены друг в друга, они хотят как можно больше общаться. Как можно больше видеться. И поэтому их рты не стыкаются. А клавиши нажимаются с невероятной скоростью. Но когда вы только идете к этому, не нужно быть чересчур общительной. И уважайте его привычки. И я прекрасно знаю, что каждый из вас наверняка имеет какой-то минус. Например, не убирает постель. Например, у нее разбросаны вещи. Хотите сказать, я сейчас не прав. Или, например, у кого-то развешаны все ее юбки и топики и прочее на стуле. Одно в стуле. Так и уважайте пространство парня. Если он, например, чавкает. Это, конечно же, не культурно, если в общественных местах. Но если он дома, он хочет расслабиться, не хочет ни на что заморачиваться, так уважайте это. Если он любит поиграть в Counter-Strike, в Доту, в Агарио или еще что-нибудь. Пускай он это сделает. Уважайте его привычки. И не стесняйтесь показывать свои. Потому что рано или поздно они вылезут. И лучше это пусть будут на начальном этапе ваших отношений. Нежели когда будет два ребенка, собака, дача. И муж такой, блин, а я не думал, что она чавкает. Мне в жопу развод. Нет, я, конечно, дело сейчас утрирую, но все может быть. Парни очень любят девушек, у которых есть своя цель в жизни. Не сидите каждые секунды в телефоне. Не тыкайте в него бездумно. Пожалуйста. Что-то я забыл что-то сказать. Парень рядом с собой хочет видеть самую уверенную девушку. Та, у которой есть свой вектор в жизни. Которая знает, чем она хочет или будет заниматься. Это может быть семья. Это может быть карьера. Это может быть ухаживание за детьми, с животными, да что угодно. Но главное, чтобы за этими целями были не просто пустые слова. Чтобы вы не витали в облаках, говоря. Ой, я выросла и буду ухаживать за детьми, с животными. Построю сады. Будет все прекрасно. У меня новый рекорд. Но за своими словами нужно иметь реальные действия и поступки. И если парень это видит, то опять же, это очень большой плюс для вас. А если с целью жизни плохо, то вы можете иметь хобби. Понятное дело, это немножко другой уровень. И хобби может бесить. Но это куда лучше, чем тыкать в телефон. Очень важный пункт. Говорите правду. Ложь откиньте. Забудьте, что это. Лгать вообще плохо. Можно не договаривать. И есть реальные моменты, когда лучше не досказать. Но если вопрос стоит прямо, то надо и ответить на него прямо. Вот вам реальный пример того, почему лучше сказать правду, а не солгать. Например, парень зовет девушку в коем-нибудь кафе или ресторан. Девушка говорит, нет, я не хочу, я не пойду. Реальная причина, потому что у нее просто нет денег. Она этого не может сказать. Она этого стесняется или еще что-то. А парню кажется, что она не хочет именно с ним пойти в кафе или ресторан. Или что он стал ей неинтересным. А тут вопрос всего лишь, что в деньгах. Не надо так. Скажите правду, что я не могу ей. У меня там будет недостаточно средств. Или это слишком дорогое заведение. Можно так намекнуть. И парень поймет. И вы вместе найдете выход. Вы сходите в Бургер Кинг. Ха-ха. Нет, Магдат, мне он больше нравится. Да. Мне бесит эта реклама, когда... Какой вы хотите бургер? За 52 рубля или за 49? Конечно же за 49. Я же еврей, мне 3 рубля жалко. Тупая реклама. И, наконец, будьте добрыми и милыми. Будьте нежными. Но не 24 на 7. Парни очень любят нежность. Даже если они не признают этого. И с виду они сухари. То поверьте, все мы любим, когда нас обнимают. Все мы любим, когда нас гладят. Или просто говорят что-то милое и нежное. Играйте со своими парнями, заигрывайте с ними, флиртуйте и показывайте, что они вам нужны. Но палку не надо перегибать, потому что нужен всегда контраст. Если вы будете всегда нежными, то это приезд. И уже нежность не будет восприниматься так, как она должна восприниматься. Поэтому иногда будьте стервочками. С вами был я, Андрей Голзнов. Надеюсь, вам понравилось это видео. И оно стало информативным, полезным, в первую очередь, для вас, девушек. И если это так, то делитесь там со своими подругами. Ставьте палец вверх. И тогда все будет очень-очень круто. Все, друзья, подписывайтесь на меня. Хорошего вам настроения. Всем пока. Пока.